Рагон, кто же этот? В таком же гнетущем настроении духа оказался Фома и остальные апостолы. Когда жены Мироносица возвратились в кладбище с радостной вестью воскресения Христа, ученикам показались слова их пустыми, и они не поверили им. Услышавши от Марии Магдалины, что он жив, и она видела его, не поверили. Сама Мария приняла воскресшего Христа за садовника, стояла и плакала в саду. Почему? Потому что первая мысль, которая посетила ее, увидев пустой гроб, была не о воскресении Христа, а об исчезновении тела его. Унесли Господа и не знаю, где положили его. Мысль, которая занимала умы шедших ко гробу жен Мироносец, была. Кто отвалит камень? Они беспокоились не о том, как Христу выйти из пещеры, а как самим проникнуть в пещеру. Из всего этого следует заключить, что гипотеза галлюцинаций, выдвинутая «наукой» в кавычках, «наукой» же и отвергнута. Нельзя не упомянуть здесь еще об одной группе, отрицающей телесное воскресение Христа из мертвых. Маскируя свое неверие, эти люди учат, что Христос воскрес, но воскрес не телесно, а только духовно. Он всегда жил, живет и не перестает жить в памяти всех верующих в Него людей, говорят они. К этой группе верующих относятся Ринан, Лев, Толстой и почти все современные богословы-модернисты, приверженцы обезьянь и теории Дарвина. В опровержении этого бессмысленного и пустого философствования, не имеющего ничего общего с христианством, мы должны напомнить модернистам, что слово «воскресение» упоминается в Новом Завете 42 раза, и абсолютно во всех 42 случаях означает «телесное воскресение умершего». Второй факт, о котором заблуждающиеся забыли, заключается в том, что враги Христа запечатали могилу и выставили стражу не для охраны души или духа, а для охраны тела. Третий факт, упущенный или сознательно скрытый, состоит в том, что по учению Иисуса Христа, душа сама по себе духовна и поэтому бессмертна. Она не умирает, а раз так, то и не нуждается в воскресении. Из этого мы видим, что на вопрос «куда девалось тело?» у модернистов нет даже какого-нибудь предположительного ответа. Это перечисление далеко не исчерпывает списка всех существующих гипотез, версий, догадок о том, куда девалось тело распятого. Но для нашей теперешней цели этого достаточно. Мы ясно видим, насколько все эти догадки извращены, искажены и ложны. Можно безошибочно и непогрешимо сказать, что если бы мы перечислили здесь абсолютно все существующие версии и догадки, то и тогда предстал бы перед нами единственно правильный ответ «Христос воскрес из мертвых». Согласно Божественному Откровению Священного Писания, воскресение Христа из мертвых было событием неизбежным. Во-первых, то, кем Он был, требовало Его воскресения. Как мы уже раньше упоминали, Христос был личностью не только исторической, но и божественной. Многие склонны думать, что сверхъестественные силы, которыми обладал Христос и Его чудеса, суть явное доказательство Его божественности. И это действительно так, но только отчасти. Ибо чудеса творили и Моисей, и пророки. Илья и Ильисей творили их и апостолы, но все они не были божественны. Поэтому главным чудом, доказывающим божественность Христа, было чудо воскресения Его из мертвых, как написано. «Родился от семени Давида по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святому, через воскресение из мертвых». Чудо воскресения Христа было также подтверждением Его безгрешности. Он был святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. «Будучи зачат от Духа Святого, Он родился непорочным, посему и смерть, как следствие греха, не имела над Ним власти и не могла удержать Его в могиле». Итак, будучи именно тем, за кого Он выдавал Себя, Иисус Христос не мог умереть за грехи наши и не воскреснуть. Во-вторых, то дело, ради которого Христос пришел на землю, требовало Его воскресения. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Бог послал Сына Своего умилостивления за грехи наши. Агнец Божий, взявший на Себя грех мира, принес жертву умилостивления Себя Самого. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божией, заверяющие нас, грешников, в том, что принесенное Сыном жертва умилостивления принято Отцом. Божественное правосудие удовлетворено обетование Божие, данное Отцам. Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Силу этого, выполненного Богом обещания, мы получаем от Бога право веровать, каяться, получать прощение грехов, помилования и оправдания. Поясняя эту истину, апостол Павел пишет, «Вера Авраама вменилась ему, Аврааму, в праведность, а, впрочем, не ему одному, но вменяется и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот почему ему надлежало воскреснуть из мертвых». В-третьих, все священное Писание, которое не может нарушиться, тоже требовало его воскресения из мертвых, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Предхозаветнее пророчество о воскресении Христа наряду с многочисленными прообразами, типами, прототипами и обетованиями, находящимися в Библии, представляет собой несокрушимую силу, неопровержимое доказательство того, что ему надлежало не только пострадать, но и воскреснуть. За две тысячи лет до Рождества Христова Авраам, мысленно похоронивший, обреченного на смерть единственного сына своего Исаака, получает его от Бога, как бы воскресшим у горы Мария, служащей прообразом Голгофы. Он связал Исаака, возложил на жертвенник и занес над ним нож, ибо Авраам думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил Исаака в предзнаменовании. Мы ограничимся здесь только этим примером. Об изобилии подобных пророчеств и прототипов, предзнаменований, смерти, воскресения Христа можно судить из следующих слов воскресшего Спасителя. Тогда Иисус сказал ученикам, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Это то, что Христос сказал в беседе с Клеопой, его спутником, в пасхальное утро на пути в Имаус. В тот же день, явившись всем ученикам в горнице, Христос снова сказал, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежало исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. В-четвертых, пророчества самого Христа в своем воскресении из мертвых должны были в точности исполниться. В противном случае оказались у правы его противники, которые вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, что после трех дней воскресну. Но какой обманщик был бы способен публично умереть и на третий день выйти из могилы, оставив гроб пустым? Христос неоднократно предсказывал не только свою смерть, но и свое воскресение из мертвых. Вспомним тот случай, когда он изгнал торгующих из храма. Иудеи спросили его, каким знамением докажешь нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился сорок шесть лет, а ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Иудеи превратно истолковали эти слова Христа, приняв их буквально. Надо полагать, что Христос, говоря о храме тела своего, невольно указывал перстом на собственную грудь. И, как ни странно, это заявление иудеи ложно поняли. Ученики забыли, но враги вспомнили о нем не только в заседании Синедриона, но и на Голгофе. Вторично, когда некоторые из книжников и фарисеев сказали учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Он сказал им в ответ, рот лукавый и прелюбодеянный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иоанн был в очереве Кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. После того, как Петр исповедовал Его Сыном Божиим, говоря, «Ты – Сын Бога Живого!» Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Неоднократно Христос повторял это пророчество Своим ученикам, но всякий раз, узнав об этом, они весьма печалились. Почему? Не потому ли, что они больше верили в возможность Его смерти, чем радостного воскресения? Вспомним еще один случай. Христос, пророчествуя о Своей смерти и воскресении, сказал особую притчу о добром пастыре. «Я, если пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Все предсказания Христа подтверждены не словами, а действительным фактом Его торжественного воскресения. Некто правильно заметил, что в первое пасхальное утро произошло не одно, а два чуда. А именно, чудо воскресения Христа из мертвых и чудо исполнившихся пророчеств. Итак, мы исследовали Писание, установили факты и убедились, а в том, что воскресение Христа из мертвых было событием необходимым, обязательным и неизбежным, надлежало исполнить тому, что в Писании предрек Дух Святой устами пророков и самого Христа. Другой, не менее поразительный факт, который мы и желали бы положить в основу дальнейшего нашего исследования, заключается в том, что воскресение Христа из мертвых произошло, как написано, со многими верными доказательствами. Что же это за доказательства? Остановимся вкратце на некоторых из них. Чудо телесного воскресения Христа подтверждается не только исчезновением тела и открытой могилой, но и теми предметами, какие воскресшие оставил в могиле. Они были обнаружены прибежавшими к могиле учениками Петром и Иоанном. Они бежали оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Вошедшие во гроб ученики, не найдя в нем тело, не сразу уверовали в его воскресение. Но они не могли не заметить там явного и небывалого чуда. Что же, собственно, так поразило учеников? Что заставило их уверовать? Ученики были хорошо знакомы с обычной картиной приготовления покойника к погребению. Тело обвитое чистой плащаницей и голова обвитое платом. В таком виде полагали покойника в пещеру. Но здесь перед взором учеников предстало изумительное зрелище. Тело воскресшего Спасителя чудесным образом вышло из пелен, и голова оставила плат, ничуть не нарушив того их положения, которое они занимали. Пеленные плат лежали по-прежнему свитыми, но пустыми, подобно шелковичному кокону, из которого вылетела белоснежная бабочка. Это как будто бы незначительная на первый взгляд деталь открыла духовные глаза учеников. Они уразумели, что тяжелый камень был отвален ангелом от дверей гроба не для того, чтобы всемогущий Сын Божий мог выйти из гроба, ибо он в этой услуге ангела не нуждался, а для того, чтобы пришедшие ко гробу ученики могли войти и убедиться в том, что его нет здесь. Он воскрес, как сказал, «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Они пошли, посмотрели, увидели и уверовали. Оставшиеся после воскресения платы, пелены, лежащие, раз и навсегда устранили их первоначальную мысль о том, что унесли Господа и не знаем, где положили его. Если бы тело Христа было чем-то унесено, то оно, конечно, было бы унесено вместе с платом и пеленами. А если бы пелены и плат были кем-то предварительно сняты, то тогда надо было бы решить вполне логичный вопрос. Кто из людей был бы способен сотворить в гробнице явное чудо, сложить ночью пелены и плат в таком идеальном порядке и положить их на соответствующие им места. Интересно заметить, что в данном случае пелены вторично служат знаком или знамением Божиим. Явление Сына Божия в мир было связано с пеленами, как признаком, которым должны были руководиться пастухи. И вот вам знак, знамение. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, сказали им ангелы. Уход Спасителя из этого мира также ознаменовался пеленами, на этот раз оставленными им в могиле. В первом случае вы найдете его в пеленах, лежащего. Он здесь. Во втором, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вот вам знамение, плат и пелены, лежащие. Чудо телесного воскресения Христова из мертвых подтверждается еще его многократными явлениями. Евангелист Лука пишет, что Христос явил себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. Ученики, видевшие Его чудеса, не представляли себе, что Мессия может умереть от руки Его врагов, пока воочию не убедились в Его смерти и погребении. Но еще меньше ученики верили в то, что Он воскреснет из мертвых, пока сами, лично, и не один раз встретились с воскресшим. В течение сорока дней ученики убеждались в том, что безжизненное дело тела Спасителя, которое было погребено Иосифом Аримафейским и Никодимом, не испарилось, не похищено, не бесследно исчезло, но чудеснейшим образом восприняло в себя жизнь и вновь обречено в силу с непостижимыми для учеников проявлениями, которые не всегда были подчинены обычным естественным законам. Он мог свободно входить через запертые двери и во мгновение ока переноситься с одного места на другое. И при том на большом расстоянии воскресший Христос предлагал ученикам убедиться вполне естественным путем, что Он не превратился в какое-то привидение, говоря, «Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Он предложил Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, и подай руку твою и вложи в ребра Мои». Ученики узнавали Его, когда Он пришед и, став посреди, сказал им «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Они узнавали Его и по рубцам раны, и по его неподражаемому характеру. Они видели Его таким же нежным, сострадательным, любящим, божественным, каким Он был раньше до своего распятия. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Кротко спрашивает Он разочарованного Клеопу и его удрученного спутника. «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Спрашивает Он других учеников и тут же спешит освободить их от смущения. «Дети, есть ли у вас какая пища?» С нежностью матери спрашивает Он удрученных неудачей и учеников, которые трудились всю ночь и ничего не поймали. Иисус предлагает им еще раз закинуть небо по правую сторону и для ободрения посылает им чудесный улов рыбы. А когда они приплыли к берегу, Иисус говорит «Придите, обедайте». Приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Накормив учеников, он обращается к отрекшемуся Петруе и вместо порицания и осуждения говорит ему Симон Ионин «Любишь ли ты меня?» Кто иной, кроме Него, был бы способен на проявление таких чувств? Написано также, что воскресший Христос являлся ученикам в продолжении сорока дней. Но как часто он являлся им? Были ли эти явления ежедневными? Сколько было всех явлений? На эти вопросы в Священном Писании нет ответа. Ученики, евангелисты упоминают только о некоторых из них. По подсчету богословов в новозаветных писаниях зарегистрировано 16 таких явлений. 11 в Евангелиях, 4 в Деяниях Апостольских, 1 в Апокалипсисе. Было бы весьма полезно перечислить все эти явления в том порядке, в каком они произошли. Но, к сожалению, размер настоящего труда не позволяет нам сделать этого. Остановимся лучше на вопросе. Зачем понадобились эти явления? И это, собственно, что достигалось ими? Они понадобились для того, чтобы ученики воочию убедились в этом чудеснейшем факте. Иначе, как и откуда узнали бы ученики о Его воскресении? И какие другие доводы убедили бы разочарованных учеников в абсолютной достоверности этого важного события? Апостолам и ученикам предстояла величайшая задача, а именно, выполнить повеление, какого никто из великих мира сего никогда и никому не давал. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Идите, научите все народы. Проповедуйте покаяние и прощение грехов во всех народах, во всех местах, даже до края земли. Выступая на такое ответственное служение, ученики должны были сами убедиться в Его воскресении из мертвых, затем уже свидетельствовать о Нем другим. В противном случае, кто из учеников имел бы смелость сказать иерусалимлянам, «Бога Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой». Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. Христос не мог послать Своих свидетелей с пустыми и холодными сердцами, не мог ожидать от них, что они будут говорить о потустороннем мире, говорить искренне и авторитетно, если Он не откроет им сперва занавес, который отделяет видимый мир от мира невидимого. Христос не мог выслать их на мировую Ниву, не сделав их участниками Своей победы, не дав и полной им победы над их личным неверием и сомнениями. Говоря о воскресении Христа, они провозглашали торжество жизни над смертью, добра над злом, света над тьмою, вечного благодатного спасения над неизбежной вечной гибелью. Вы спрашиваете, что же еще достигалось с явлением Христа? Очень многое. Главное же достижение заключалось в том, что ученики научились видеть невидимого и обогатились нужной им твердостью веры. А Моисею сказано, что он, как бы видя невидимого, был тверд. Ученики приобрели тот же самый духовный опыт. Они убедились в том, что Христос был мертв и все жив во веки веков, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, что смерть уже не имеет над ним власти, что Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же, приходя к ним и также уходя от них внезапно, появляясь и вдруг становясь невидимым, он, воскресший, в продолжении сорока дней показывал и доказывал своим ученикам, что он всегда с ними, независимо от того, видим ли он для их физического ока или невидим. Принимая во внимание этот главный урок, мы можем легко представить себе, какое глубокое духовное значение для учеников имели последние прощательные слова Спасителя. Списи я с вами во все дни для скончания века. Да, Христос ушел от нас в невидимый мир, но ушел для того только, чтобы стать еще более близким и дорогим для нас, для всякой верующей в Него души, для всех тех, которые, не видевшие Его, любят, и которого достели не видя, но веруя в Него, радуются радостью неизреченную и преславную. Воскресший Христос являл себя людям в те времена, а теперь таких явлений больше не наблюдается. Интересующиеся этим вопросом должны были бы помнить, что вся история человечества по Священному Писанию подразделяется на три божественных периода. Период Бога Отца, от сотворения мира до воплощения Христа. Период Бога Сына, от воплощения до сошествия Святого Духа. И период Духа Святого, от сошествия Святого Духа до восхищения Церкви. Таким образом, в деле спасения человечества участвуют все три лица Пресвятой Троицы. При этом каждое лицо имеет свой определенный характер и срок служения. Служение второго лица Пресвятой Троицы Иисуса Христа закончилось Его вознесением на небо, где Он сразу же приступил к своему первосвященническому служению, как наш единый посредник между Богом и человеками, ходатайствующий за нас. Заканчивая свое земное служение, Христос сказал Отцу, «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». А прощаясь с учениками, Он говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. А теперь иду к пославшему Меня. Но я истину говорю, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его вам». Служение Бога Отца выражалось и заключалось в подготовке человечества к пришествию Спасителя. Служение Бога Сына в искупление мира. Служение Духа Святого в созидании Церкви Искупленных. Отсюда мы заключаем, что чудеса Спасителя, Его воскресения из мертвых и Его явления своим ученикам закончились Его земным служением. Чудеса, совершаемые Духом Святым, имеют другой характер и назначение. Они выражаются в обличении мира сего во грехе, в наставлении уверовавших, в возрождении кающихся, в освящении Церкви в силе Духа Святого для свидетельствующих о Христе, в победе тьад Божиих над плотью, миром, грехом и сатаной. В памятный день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на апостолов в виде огненных языков, служение Христа на земле закончилось, а служение Духа Святого началось. Апостол Петр пояснил это народу, говоря, «Итак, Он, Мессия, был вознесен в Десницей Божией, приняв от Отца обещанного Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите». С завершением третьего периода служением Духа Святого на земле закончится Божий план спасения человечества и начнется Вечность, предмет, заслуживающий отдельного, более детального рассмотрения. Чудо телесного воскресения Христа из мертвых подтверждается также той изумительной переменой, тем внезапным переходом из неверия к вере, которая произошла в сердцах и жизни апостолов. Прошло три дня после погребения учителя, потрясенные скорбными событиями в последней неделе. Ученики измученные, запуганные, бесправные, беззащитные, убиты безутешным горем. В их памяти всплывают Тайная Вечеря, Гефсимания, предательство Иуды, ухищрение первосвященников, беспринципность Ирода, лукавство Пилата, зверелость толпы, жестокость воинов, злорадство врагов, ужас и беспомощность всех недавних его приверженцев. Так свежая еще сцена шествия Христа по узким улицам Иерусалима, прилегающим к холму позора, к месту казни. Так остро и так болезненно все еще стоит перед глазами душераздирающая, неизгладимая и неизобвенная картина Голгофа. Ученики искали, не находили должного объяснения, как Он, Христос, обладавший сверхъестественными силами, допустил до того, чтобы Его арестовали, избили, обезобразили, вынесли смертный приговор, вывели на лобное место и распяли. Почему Он не защитил себя? Их вера получила тяжкий удар. Они глубоко чувствовали и переживали крушение верховной и последней надежды своей на восстановление царства Израилева. Вот то духовное состояние, в котором находились бывшие ученики. Что иное, кроме воскресения Христова, способно было зажечь их унылое, разуверившееся во всем сердца огнем веры? Кто произвел в их жизни такую поразительную перемену? Конечно, никто и не что иное, как их личная встреча с воскресшим. Воскресение Христа не было в данном случае выводом разума или предметом догмата веры, но оно было для апостолов предметом очевидной и бессомненной реальности. Каждый из апостолов, увидев Христа живым, должен был признать этот непостижимый факт, признать его вопреки своему разуму, наперекор своему неверию и чувству. Три Марии встретились с воскресшим Христом у пустого гроба, и сердца их навсегда наполнились неземною радостью. Разочарованная Клеопа и его печальный спутник встретились и узнали его в преломлении хлеба и никогда уже не скорбели о нем распятым и не печалились. Отрекшийся Петр, юный Иоанн, скептик Фома и множество ему подобных, встретившись с воскресшим Христом, не нуждались уже в том, чтобы осизать его тело или вкладывать свои персты в раны его. Близость живого Христа устраняла всякую потребность в доказательствах. Евреи тогдашнего времени боялись произносить имя Божие не только в суе, но даже и не в суе. Но Фома, будучи евреем, не скрывает своего неописуемого восторга и публично воскресает «Господь мой и Бог мой!» Чудо воскресения Христа из мертвых подтверждается еще простой и глубокой искренностью апостольских описаний этого факта. Описывая воскресение Христа, евангелисты не имеют в виду творить веру в сердце читателя. Они запросто делятся с читателями той поразительной историей, какая произошла на глазах у них и той чудесной переменой в их уме и сердце, какая наступила с того момента, как они увидели его воскресшим и лично убедились в том, что он воистину жив. Все четыре евангелиста со стыдом исповедуются в своем временном затмении веры и в проявленных ими слабостях. Матфей, не скрывая, передает случаи, имевшие место в Галилее, когда некоторые из учеников встретив воскресшего Христа не поклонились ему со всеми, но на мгновение усомнились. Марк говорит о женах-мироносицах, встретившихся у гроба с ангелом, который повелел им «идите, скажите ученикам его и Петру». Но они вышедши побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Лука рассказывает о двух учениках, решивших покинуть группу, спрятавшихся в Иерусалиме апостолов и возвратиться к себе домой в Маус. Иоанн повествует об ошибках Марии, принявшей Христа за садовника, и плакавшей вместо того, чтобы радоваться. Говорит о Фоме, о возврате Петра и других рыбаков к своему прежнему ремеслу, и о том, как они, встретившись с воскресшим, навсегда духовно прозрели. Такая прозрачная правдивость, такая высокая честность евангелистов не оставляет места для сомнений. Она лишает нас всякого основания и малейшего права не доверять их бесхитростным словам свидетельства. В их записях мы не находим ни предположений, ни колебаний, ни догадок. Все они не противоречат друг другу, говорят одно и то же. Они описывают воскресение Христа независимо и самостоятельно, приводя каждый в свои подробности происшедшего события и тем дополняя общую картину. Они передают обо всем этом не как писатели, журналисты, а как свидетели, очевидцы. Они говорят о факте воскресения Христа с такой неподражаемой искренностью и точностью, что люди, выслушав их, охотно им верили тогда и сейчас охотно им верят. Евангелисты говорят и пишут о лицах, местах и происшествиях, которые были известны их современникам. Если бы записи евангелистов не соответствовали действительности, беспристрастная история, конечно, оставила бы нам бесчисленное множество поправок, протестов и опровержений. Однако мы наблюдаем, обратное явление. Слушая проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы в Иерусалиме, люди умилились сердцем, охотно приняли слово его, крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Такую внезапную перемену следовало бы рассматривать чудом Духа Святого. Следовало бы подчеркнуть трижды ту истину, что апостол Петр, напомнивший о Голгофской смерти Христа и провозгласивший радостную весть Его воскресения, сделал это не в Риме, Афинах или Александрии, а в том именно городе, где Христос был осужден, поруган и распят. Он говорил непосредственно к тем людям, которые были повинны в этом злодеянии, сего Иисуса по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвозивши руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его расторгнув в узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Можно ли допустить, чтобы подобные проповеди произносились людьми, не видевшими его живым по воскресению из мертвых? Конечно, нет. Можно ли сомневаться в подлинности и абсолютной правдивости евангельских повествований? Ни в коем случае. Гениальный французский мыслитель, физик и математик, Паскаль, исследуя 4 Евангелия, не мог не прийти к живой вере в искупившего его и воскресшего Христа. В одном из своих произведений он писал «Я охотно верю в свидетельство тех, кто подлинность своих показаний скрепил собственной мученической смертью». Чудо воскресения Христа из мертвых подтверждается мученической смертью свидетелей воскресения учеников и апостолов. Церковная история говорит нам, что из всех двенадцать апостолов один только Иоанн Богослов дожил до глубокой старости и умер естественной смертью. Все же остальные апостолы один за другим расплатились за свое свидетельство о воскресшем Христе собственной жизнью. Никто не заставлял учеников умирать за свидетельство Иисусова. Любой из апостолов мог бы отречься от Христа и остаться в живых. Мученичество было результатом их добровольного выбора отказаться от воскресшего и не упоминать о нем или остаться верным ему свидетелем, не возлюбив души своей даже до смерти. Никто из людей не умирает с радостью в сердце за очевидную ложь. Если бы весть о воскресшем Христе была вымыслом апостолов, они не умирали бы за свой вымысел. Если бы апостолы не видели воскресшего Христа и решили проповедовать об этом, то что, собственно, достигалось бы этим? Мировое владычество несметное богатство предельная степень земной славы, но нет. Апостолы не ставили таких вещей своей жизненной целью и не стремились к их достижению. Напротив, они могли с радостью сказать людям и Богу, вот мы оставили все и последовали за тобою. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор. Христос сказал им, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». И они твердо держались этого принципа, ибо незабвенный пример убитого и воскресшего спасителя всегда был перед их глазами. Если Христос не воскрес и не покидал гробницы Иосифа Аримафейского, тогда апостолы поплатились мученичеством напрасно. Тогда реки крови сонма других таких же мучеников были пролиты тщетно. Тогда те, кто верят в воскресение Христа из мертвых, заслуживают всякого осуждения. Но никто из апостолов не боялся человеческого суда. Поэтому один из учеников писал, «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога, Он их одотайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас завец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашему. Чудо воскресения Христа из мертвых подтверждается теми словами, которые были сказаны воскресшим Спасителем. Если Христос умер и никогда не воскресал, не являлся в продолжении сорока дней, и не беседовал с ними о Царстве Божием, тогда кто вложил в его уста такие истинные повеления, как, например, и сказал им, так написано и так наближало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповеданно быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея я с вами во все дни до скончания века. В приведенных текстах выражен апогей, высшая ступень, учение Христово и апофеоз, завершение его земной миссии. Спрашивается, кто кроме Христа был способен произнести подобные слова? Кто взял на себя роль так закончить его первое пришествие на землю? Кто положил в структуру Божьего плана спасения этот последний, заранее изготовленный кирпич? Было бы крайней стадией безумия кощунственно предложить, что эти слова были произнесены одним из смертных. Тот, кто был бы способен на это, доказал бы, что он такой же божественный, как и сам Христос. Но допустимость подобного предположения исключается всеми ранее приведенными доказательствами воскресения Христова. Доказательствами не только многими, но, как написано, многими верными доказательствами. Весь Новый Завет, состоящий из 27 канонических книг, был написан живыми свидетелями, очевидцами, лично встретившимися со Христом по Его воскресении. И все 27 книг свидетельствуют об этом изумительном факте. В Ветхом Завете воскресший Христос предсказан, в Новом Завете явлен, в Деяниях Апостолов проповедан в народах, в соборных посланиях принят верою в мире. В Ветхом Завете Христос пророческий, в Евангелиях Христос исторический, в Деяниях Апостолов Христос догматический, в соборных посланиях прагматический, обитающий в сердцах искупленных через Духа Святого, проверенный духовным опытом верующих. В Апокалипсисе Христос прославленный, бессмертный и вскоре грядущий. С поразительной точностью и ясностью Писание свидетельствует нам о Христе, начиная от Адама и до страшного суда перед Белым Престолом, от воплощения Спасителя Мира до Нового Иерусалима. Во всем Писании Христос, Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Чудо воскресения Христа из мертвых подтверждается свидетельством апостола Павла. История обращения ко Христу Савва Торсянина, ставшего Павлом, упоминается в Новом Завете пять раз, из них три раза в деяниях апостолов. Что могло переменить сердце и жизнь этого жестокого гонителя христианства? Что превратило этого врага Христова в раба Христова, в смиренного поклонника, пламенного исповедника, неутомимого и неустрашимого глашатая спасения Христова. Что иное, как неличная встреча Павла со Христом у ворот города Дамаска. Сам Павел неоднократно удивляется тому, как Бог мог помиловать и простить такого тяжкого грешника, каким был он, Павел, до этого незабвенного момента. Павел свидетельствует об этом и говорит, «Благодарю давшего мне силу Христа Господа нашего, что Он призвал меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Проповедовать Христа распятого среди иудеев и язычников было нелегким занятием и весьма рискованной задачей. Такая деятельность была связана с постоянными гонениями, с ненавистью духовных и светских властей, с расправой озлобленной и даже озверелой толпы. Стал Торсянин пошел на любой риск и в течение 25 лет принимал и переносил, как нечто должное, гонения, поношения, лишения и нищету. В свое время известный английский лорд Литтлтон, человек неверующий, заинтересовался биографией апостола Павла начал серьезно исследовать ее. Его интересовали мотивы перехода Павла из иудейства в христианство. Его заинтриговал вопрос, что заставило Павла, этого высоко образованного и чрезвычайно одаренного человека, прийти к подобному решению, что побудило Павла оставить свое традиционное иудейство, оставить свою успешно развивавшуюся духовную карьеру, вооружить против себя первосвященников, всех сленов Синедриона и свой народ, оставить веру отцов и быть позорищем для мира, ссором, прахом всеми попираемым, безумным Христа ради. Что зажгло в его груди такую ревность, такую готовность на все? Анализируя все главные побуждающие причины, симулы и мотивы, присущие всякому человеку, лорд Литтлтон удостоверился в том, что Павел не искал ни личной выгоды, ни мировой славы, ни материальной обеспеченности, ни благоденствия, безмятежной жизни и земного благополучия, Павел следовал за Христом весьма тернистым путем, но шел за ним с радостью и с неослабевающей решимостью, говоря, «Узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Заканчивая исследование жизни и служения апостола Павла, лорд Литтлтон пришел к глубокому убеждению, что апостол язычников должен был пережить личную встречу с воскресшим. И будучи человеком честным в науке и безукоризненно логичным в своих умозаключениях и решениях, лорд Литтлтон пришел к вере в Бога и посвятил остаток своей жизни земной на служение воскресшему Христу. Духовный опыт Павла не исчерпывается его встречи со Христом у ворот Дамаска. Павел свидетельствует о явлении ему Христа в Иерусалимском храме во время молитвы. Он говорит, я увидел его и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Путешествующий вместе с Павлом евангелист Лука описывая постигшее их гонение в Каринфе пишет, Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла. Тот же евангелист Лука передает другой случай, говоря, в следующую ночь Господь, явившись, ему сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме. В своем свидетельстве посланным церквам галатийским Павел упоминает также и о том, как он спустя три года после своего уверования ходил в Иерусалим, видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Можно представить себе эту замечательную встречу двух апостолов, подробные расспросы Павла совместное посещение памятных мест. Надо полагать, что Петр показал Павлу ту горницу, в которой была установлена вечеря Господня, гепсиманию, и место, где Петр спал вместо того, чтобы бодрствовать и молиться, двор первосвященника, где он трусливо отрекся, Голгофу и, конечно, гробницу, в которой был погребен Спаситель, место, с которого Христос вознесся на небо, дом, в котором Дух Святой сошел на учеников в виде огненных языков, могилу первомученика Стефана, на убиение которого Савл подавал свой голос и многое другое. В силу этих данных есть основания думать, что Павел знал о воскресении Христа и явлениях его учеников не меньше, чем любой из апостолов. Не верить такому верному свидетелю и отвергать такое искреннее его свидетельство способен разве только тот, кто никогда еще в жизни не был искренним и честным самим собою. Чудо воскресения Христа из мертвых подтверждается наконец возникновением и многовековым свидетельством Церкви Христовой. Церковь «Прямое следствие воскресения Христа из мертвых». Не было бы воскресения, не было бы и Церкви. На факте воскресения Христа она была основана и на нем она создавалась и возрастала. Церковь разделась из факта веры. Вера возникла из факта воскресения. Без воскресения Христа из мертвых не было бы ни веры, ни памятного Дня Пятидесятницы и сошествия Духа Святого. Без Духа Святого не было бы ни обличения во грехе, ни покаяния, ни трех тысяч душ, обращенных ко Христу в этот день. Поразительно, что Первоапостольская Церковь состояла из уверовавших иудеев. Они были до своего уверования явными противниками Христа и христианства. И не так легко было для них, ортодоксальных евреев, отказаться от своей религии, традиций и быта. Если не было воскресения Христа из мертвых, то каким чудом была произведена в сердцах уверовавших ревнителей закона такая непостижимая перемена? Каким чудом эти богобоязненные евреи оставили выполнять предписания этого закона Моисеева, которые были даны Богом и свято соблюдались на протяжении тысячелетий? Почему прекратили жертвоприношение, обрезание, десятина? Почему вместо субботы начали праздновать первый день недели, воскресенье? Историк Плинин-младший сообщал императору Трояну, что христиане собираются в первый день недели, поют гимны и участвуют в общей вечере. Есть люди, которые голословно утверждают, что субботу заменил воскресеньем никто иной, как римский император. Но имени этого императора они не упоминают. Почему? Потому что никакой император этой замены не производил. Прошли века, прежде чем римские власти вынуждены были признать и узаконить давно установившийся в империи христианский бытовой порядок. Христиане праздновали первый день недели, потому что в первый день недели пришли ученики ко гробу и встретили воскресшего Христа. В первый день недели Дух Святой сошел на апостолов и так далее. Иустин, мученик, свидетельствует иудеям, что христиане празднуют воскресенье, потому что они еженедельно воспоминают воскресенье Христова и его явления ученикам. Этот же взгляд подтверждает в своих творениях Антоний, Дионисий, Каринский и Риней Леонский, жившие около 170 года по Рождестве Христовым и другие. Проповедуемая церковью воскресенье Христа из мертвых, по словам апостола Павла, было для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Но невзирая на трудности, церковь процветала. Она претерпела 10 кровавых гонений со стороны римских императоров. При двух только императорах, где Критиане и Максимиане 239-313 по Рождестве Христовым было умерщвлено и замучено 2 миллиона исповедников Христовых. Но церковь не была истреблена и уничтожена. Напротив, она настолько выросла, что Тертулиан мог писать Цезарю, если мы, христиане, оставим империю, то она превратится в необитаемую пустыню. Эта искупленная Христом церковь, будучи движима Духом Святым, производила в сердцах миллионов людей духовную революцию и вскоре преобразила всю языческую систему. Она положила конец языческому многоженству, зверству, насилию и разврату. Она вела в жизнь империи неслыханную доселе христианскую мораль. В самом своем начале эта ничтожно малая группа рыбаков и мелких ремесленников, пережившая личную встречу с воскресшим Христом, бесстрашно пошла против всех тогдашних вершителей мировых судеб и возглавителей политической, социальной и религиозной мысли. Пошла и положила начало новой возвышенной христианской цивилизации. Христос сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Скептик Ренен говорит, что проповедь о Христе покорила весь физический мир, так что притча Христа о зерне горчичном стала исполнившимся пророчеством о процессе развития Царства Божьей на земле. Зерно, мельчайшее из всех злаков, стало деревом, покрывшим всю землю. Бывше утверждено на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, церковь, как верная свидетельница его триумфального воскресения, все еще остается солью земли и светом миру. «Единственная организация, предохраняющая человечество от полного духовного мрака и окончательного морального разложения, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святые храмы в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Все сказанное в этой главе о воскресении Христа из мертвых должно привести нас к той центральной истине, которая ярко выражена в новзаветних писаниях, а именно воскресение Христа из мертвых, образец, наглядный пример, залог и Божья гарантия нашего воскресения. До сих пор воскресение Христа было величайшим чудом из всех чудес. Однако, в недалеком будущем нас ожидает два чуда еще более невероятных и славных. Первый из этих чудес – чудо воскресения всех умерших. «В Господе, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему належит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сей облечется в нетление, и смертное сей облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою». «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» Смерть – самое жуткое явление в природе, и никто из людей не разминулся еще с нею в этой жизни. Все попытки ученых победить смерть или хотя бы временно освободиться от ее неотступного призрака не привели к утешительным результатам. Жизнь, как маяк часов, отмеряет всем людям два этапа их земного бытия «Родился, умер!» «Родился, умер!» «Родился, умер!» Говорят, что в час нашего рождения мы уже несем в себе зародыш смерти. В торжественных звуках гимна, посвященного появлению в мир новой жизни, мы улавливаем отдаленную, едва слышную мелодию похоронного марша и приглушенное печальное эхо заупокойного колокольного звона. Вот оно, жалость смерти, безжалостно втевающаяся в обнаженной духовной ткани нашей бессмертной души и отравляющая собой все радости нашей земной жизни. Но Христос своей смертью смерть попрал. Он победил смерть своим воскресением, властно подверг ее позору. Воскресение Христа из мертвых свидетельствует о силе его воскресения. Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Посему Бог, воскресивший Господа, воскресит и нас силою Своею. Христос сказал, воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день. Ибо как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христову пришествия его. Христос назван здесь первенцем, то есть первым получившим нетленное прославленное человеческое тело. Мы, уверовавшие в него, получим такие же тела, когда он явится, как написано. Мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Вот то первое чудо, которое совершится при восхищении Церкви в жизни каждого, кто уверовал в воскресшего Христа и принял его своим личным Спасителем. Второе такое же чудо произойдет в жизни тех, кто не покорился благовествованию Христову. Они тоже воскреснут, но облекутся в бессмертные тела иного порядка, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божий изыду, творившее добро воскресения жизни, а делавшее зло воскресения осуждения. Ибо Бог назначил день, который будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение доказательство всем, воскресив его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, да чтут Отца. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Вот в чем заключается радостная весть Евангелия, в которой Христос послал учеников по всему миру, сказав, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, Бог избрал не разум, воображение или пять органов чувств, а только одну простую детскую веру, которая исключает всякую надобность в физическом прикосновении к Нему или в физическом созерцании Его. Воскресший Христос дал обетование блаженства всем тем, кто верует в Него, не видя Его плотскими глазами. Он сказал уверовавшему Фоме, ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Духовный опыт подлинно верующего христианина подтверждает этот удивительный факт. Бог дает ему прощение и уверенность в том, что Его покаяние принято, что Его имя записано в книгу жизни на небесах. Те, кто не имеет такой уверенности сейчас, убедятся в день Божьего суда, что имена их не значатся в книге жизни, потому что они никогда не были возрождены свыше от Духа Святого и Слова Божия и никогда не были туда записаны. Вот что говорит об этом ужасном открытии в день страшного суда апостол Ян. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Заканчивая исследование нашего предмета, нам приходится только искренне пожалеть о тех людях, которые все еще сомневаются в факте воскресения Христа из мертвых. Ссылаясь на разум и науку, они не видят, насколько неразумное и беспомощное положение они занимают в этом вопросе, насколько они расходятся с волей Божией, открытой нам в Святом Писании. Все их отрицания не выдерживают критики. Как можно допустить, например, чтобы тот, кто в свое время повелит всем умершим воскреснуть, и они, услышав голос Сына Божия, живут, сам остался бы навеки в могиле. Тот, кто при жизни своей на земле воскрешал мертвых, сам оказался бы таким же мертвецом. Тот, кто сказал о себе «Я есть им воскресение, я есть им жизнь». Навсегда ушел бы в царство тление тот, кто призван истребить последнего врага человечества смерть, и кто имеет ключи ада и смерти, оказался бы вечным ее пленником. Если он есть истинный Бог и жизнь вечная, тогда его воскресение из мертвых самая естественная вещь в мире. Христос, как Бог, не мог умереть на Голгофе. Он умер и воскрес, как Сын Человеческий. В момент смерти на кресте Христос, предав Дух Отцу, оставался бессмертным Сыном Божиим. Ко всему этому нужно добавить еще одну вопиющую нелогичность отрицания возможности воскресения из мертвых, которая сквозит через все щели так называемых научных аргументов неверия. Всем известно, что материалисты, не признающие чудо воскресения, на редко стерпимых другим, таким же великим и непостижимым чудесам, как, например, зачатие, рождение, жизнь и смерть человека, рассматривая их вполне естественными явлениями. Владимир Соловьев говорит, что смерть такая же тайна, как рождение и воскресение из мертвых. Как зачатие, так и воскресение. Оба покоятся на предпосылках веры. Как первое, так и второе явление остается по сей день неразрешимыми тайнами для науки. Мы, верующие, охотно признаем, что все эти вещи трудны для понимания, тем более, что они касаются самых основ бытия, для которых у науки нет объяснения. Мы также охотно допускаем возможность скептицизма, критического и недоверчивого отношения к чуду, но мы не допускаем слепого и безумного атеизма. Разница между атеизмом и скептицизмом заключается в том, что атеизм отвергает факты без всякого желания их исследовать, а скептицизм готов признать и преклониться перед фактами, когда эти факты установлены. Бог же не требует от нас слепой веры. Он предлагает каждому скептику проверить тот или иной факт и лично убедиться в его реальности. Бог говорит через ангела «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, посмотрите и воочию удостоверьтесь в пустой могиле, посмотрите и вместе с скупленными возрадуйтесь о том, что смерть Христа не была тщетна, что жертва за грех принята Богом и дверь благодатного спасения широко открыта для всякого кающегося грешника. Посмотрите, убедитесь и присоединитесь к сонмам торжествующих ангелов на небесах. Посмотрите и воздайте Богу славу за триумфальную победу Христа над плением и смертью, адом и сатаной. Посмотрите, посмотрите бесконечное число раз и навеки удостоверьтесь в том, что его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Вековой тяжелый камень неверия отвален наконец, и пустой гроб побуждает нас войти, посмотреть и убедиться в силе его воскресения. Пустой, открытый гроб – краеугольный камень Божьего плана спасения. Он – незыблемая скала нашей веры, основа нашего духовного прозрения. Открытый гроб открывает очи разочарованным скептиков. Открытый гроб открывает ум к разумению Писаний, открывает Писание, открывает живого Христа. Принято думать, что вопрос, действительно ли Христос воскрес из мертвых, был впервые поставлен Рененом, Штраусом и другими скептиками и рационалистами. Но первыми в этом отношении оказались сами ученики и апостолы Христовы. К счастью, они же первые и получили от воскресшего Христа вполне исчерпывающий и навсегда удовлетворивший их ответ. Этим ответом, навсегда исцелившим их от неверия, был лично Сам воскресший. Когда они говорили о всем, Сам Иисус встал посреди них и сказал им «Мир вам!» После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам!» Ученики парализованы страхом и неверием. Двери горницы, где они укрылись, заперты, ставни закрыты, окна завешены. Мария, возвратившаяся от гроба с радостной вести воскресения, нашла их плачущими и рыдающими. Но вот сам воскресший стал посреди них и все изменилось. Как и откуда? Ни шагов на лестнице, ни стука в запертую дверь, ни объяснений, ни доказательств. Того, кого смерть не могла удержать в запечатанной могиле, не могли удержать закрытые двери. Вот в какого Христа ученики уверовали. Вот в какого Христа они проповедовали миру. Вот в какого Христа мы приняли. Мы уверовали в того, кто способен проникать через закрытые двери разума, и совести, тайники человеческой души, кто в свое время также встал посреди нас и тем навсегда положил конец нашему сомнению и конец нашей порочной жизни. Прошли века, бесследно канули вечность два тысячелетия, а Христос продолжает все еще открываться честным скептикам. Так же, как и во дни древние, Он встречает их на их жизненном пути, идет рядом, подходит ближе, задает вопросы, разъясняет заблуждения, указывает на исполнившееся пророчество, нежно касается больных сердец, укоряет в медлительности веры, открывает бессмысленность неверия, наполняет душу восторгом и располагает сердца их к пламенному о нем свидетельству. Христос по-прежнему ищет людей честных к самим себе и без компромиссных вопросах веры. С милостивым Он поступает милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его. Люди, которым Бог открывает истину, а они всеми фибрами своей больной души выискивают все новые и новые ложные основы для своего неверия. Подобно безумцу, которого вывели из горящего дома, а он вновь стремительно бросается в горящий дом, отвергаясь искупившего их Господа, они навлекут сами на себя скорую погибель за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут же осаждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Его временный уход на небо, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Вознесение Христа на небо является таким же достоверным событием, как и все другие выдающиеся деяния, происшествия и случаи, упоминаемые в евангельском жизнеописании Спасителя. Мы отмечали выше, что ничто не проникало и не вторгалось в жизнь Христа случайно и бесконтрольно. Священное Писание то и дело свидетельствует о том, что рождение Христа, его служение, смерть, воскресение, вознесение, вторичное пришествие на землю были предусмотрены Богом в плане спасения человечества. Отсюда, если взять одно только чудо вознесения Христа на небо и отделить его от всех других таких же чудесных событий в жизни Христа, тогда чудо это может действительно представиться нам чем-то сказочным и в высшей степени невероятным. Но если рассматривать его в свете всех других доказательств божественности Христа, тогда оно становится не только приемлемым для нашей веры и разума, но даже божественно необходимым. Мы рассуждаем так, если Христос Бог, явившийся во плоти, если им все создано, что на небесах и на земле видимое и невидимое, престолы начальства или власти или все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им зиждется. Тогда может ли быть что-нибудь невозможное для него? Воплощение Христа и его вознесение, или другими словами, его приход в мир и уход из мира, неразрывно связаны друг с другом. Христос так именно и рассматривал свое вознесение и неоднократно говорил об этом своим ученикам. На тайной вечере прощаясь с учениками, Христос сказал им дети, недолго уже быть мне с вами, вскоре вы меня не увидите и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. на расцвете первого дня недели Христос явившись Марии Магдалине дал ей такое повеление иди к братьям моим и расскажи им восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и Богу моему и Богу вашему. Не мешает упомянуть еще об одном случае, когда Христос определенно сказал ученикам о том, что они увидят Его восходящим на небо. Поводом к этому послужили сказанные им слова Я хлеб живый сшедший с небес. Многие из учеников Его слышат и говорили какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус зная сам себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? К сожалению, ученики так часто слышавшие от Него о Его предстоящих страданиях и смерти, о воскресении из мертвых и вознесении мало обращали внимания на все Его заявления и мало верили в такую возможность. И такими скептиками ученики оставались до тех пор, пока не увидели и лично не убедились в том, что вознесение Христа на небо не фантазия, а благословенная реальность, неопровержимая действительность. Факт вознесения Христа на небо подробно описан в книге Деяния апостольских и подтвержден в Евангелиях. Все другие писатели Нового Завета прямо или косвенно также упоминают о вознесении и пребывании Христа на небесах, а также многократно говорят о Его возвращении на землю. Священное Писание повествует о точном времени и обстоятельствах Его вознесения. Оно говорит, что Христос вознесся на небо не сразу по воскресении Своем из мертвых, но спустя сорок дней, в подложении которых Он являлся им и говорил о Царстве Божием. Он вознесся только тогда, когда все ученики были непоколебимо уверены и абсолютно убеждены в том, что Он действительно воскресший, вечно живущий и вездесущий Спаситель. Не имея такой твердой уверенности, как могли бы они проповедовать и возвещать об этом факте другим? Кто бы из учеников был готов запечатлеть свое свидетельство мученической смертью? Поэтому Вознесение Христа явилось как бы завершением полученных учениками откровений свыше и должного духовного опыта. Священное Писание говорит с такой же поразительной географической точностью и о том месте, где Вознесение Христа произошло. Евангелист Лука, написавший Евангелие и книгу Деяния апостольских, в обеих книгах упоминает об этом говоря, и вывел их учеников вон из города до Вифании. Вифания знакомое нам селение расположено на восточном спуске горы Илеонской. На западном склоне горы находится сад Гефсиманский. Между горой Илеонской и Иерусалимом лежит долина Кедронская с небольшим потоком того же названия. Селение Вифания переименованное в Лазарию в память жившего там Лазаря существует до настоящего дня. Евангелист Лука говорит, что гора Илеонская с которой возвратились ученики по его Вознесении находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Евангелист Иоанн пишет, что Вифания была близ Иерусалима в стадиях в 15, расстояние в 2 мили или 3 километра. Иисус любил Марфу и сестру ее Марию и Лазаря живших в Вифании и неоднократно находил в их доме приют для себя и учеников. Здесь же жил и Симон прокаженный упоминаемый в Евангелиях Христос воспользовался гостеприимством этой семьи в последний раз направляясь из Галилея в Иерусалим к дню Пасхи. За 6 дней до Пасхи говорит Евангелист пришел Иисус в Вифанию где был Лазарь умерший которого он воскресил из мертвых там приготовили ему вечерю и Марфа служила. А Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же взявши фунт народного чистого драгоценного мира помазала ноги и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием. Это была его прощальная вечеря с любимой семьей. По словам самого Христа Мария сделала что могла предварила помазать тело мое к погребению. Это отсюда на другой день поутру он пошел далее восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифаге и Вифании горе называемой Илеонской послал двух учеников своих привезти осла. Это отсюда Христос в последний раз приблизился к Иерусалиму и обозрев его заплакал о нем и сказал о если бы ты хотя в сей день узнал что служит к миру твоему но это сокрыто ныне от глаз твоих и зерек о нам трагическое пророчество о нем. Это отсюда Христос начал свой триумфальный вход в столицу Израиля где его ожидали враги предательства допросы пытки крест и запечатанная гробница. Так закончилось последнее его посещение столицы. И вот теперь спустя сорок дней по своем воскресении Христос собирает учеников и в последний раз оставляет вместе с ними Иерусалим. Он ведет их знакомой дорогой тем путем каким они шли вместе с ним оставив горницу где происходила тайная вечеря и направлялись в Гефсимании для ночного бодрствования и молитвы. Можно представить себе переживания учеников которые не могли не вспомнить как день спустя после Гефсимании Христос вновь шел этими же знакомыми им улицами но уже без них шел на Голгофу один. Сейчас следуя за воскресшим спасителем мало кто из учеников представлял себе куда он ведет их и чем закончится это неожиданное и короткое путешествие. С глубокой искренностью и чарующей простотой евангелис описывает внезапную разлуку. Христос вывел учеников за город напомнил им об их дальнейшей жизненной задаче. Повелел им не отлучаться из Иерусалима но ждать обещанного от Отца Духа Святого и подняв руки свои благословил их и когда благословлял их стал отдаляться от них и возноситься на небо и облако взяло его из вида их. Христос вознесся на небо не тайно и не ночью но ушел от учеников среди белого дня дав им возможность лично наблюдать за его восхождением сделав их очевидцами этого непостижимого чуда. Часто приходится слышать такой вопрос почему воскресший Христос не остался на земле а предпочел уйти на небо? Священное Писание дает нам несколько весьма веских оснований для этого. Во-первых вознесение Христа является одним из многих доказательств его божественности он сказал никто не восходил на небо как только сшедший с небес Сын человеческий сущий на небесах. За всю историю человечества не было ни одного человека который был бы зачат так как Христос жил так как Христос учил так как Христос творил чудеса умер воскрес и вознесся как вознесся Христос ибо никогда не было и никогда не будет равного или подобного ему. На одном диспуте безбожников с религиозниками самонадеянный и наглый пропагандист атеизма встал со стула и потрясая в воздухе Библии подошел вплотную к сидевшим на платформе священнослужителям и сказал вот ваша Библия которую вы изучаете и считаете непогрешимой а ведь сколько в ней всяких ошибок и противоречий возьмем для примера хотя бы это место и пропагандист прочел вышеприведенные слова спасителя никто не восходил на небо и сказал здесь сказано никто а в других местах говорится что и ног живым взошел на небо и пророк или я взошел туда на огненной колеснице чем вызваны такие Библии объясните нам подобную разноречивость и несуразицу громадный зал до отказа наполненный слушателями затаил дыхание в ожидании ответа но ответа не было сидевшие на платформе религиозники упорно молчали и нервно переглядывались такая патетическая томительная пауза привела пропагандиста восторг он почти открыл уже рот чтобы добивать своих оппонентов а вдруг из толпы поднялся мужичок и скромно попросил разрешение выразить свое мнение сказал я лично не вижу здесь никакого противоречия в обоих случаях приведенных вами не сказано что святые люди и ног или я сами взошли на небо а что они были взяты туда Богом тогда как Христос сам зашел туда где был прежде Христос не нуждался в огненной колеснице такое простое и ясное пояснение человека не книжного заставило всех присутствующих в зале облегченно вздохнуть а среди зажужжавшей аудитории слышали слова правда верно замечательно Христос сказал как то что я ишел от отца и пришел в мир никогда за все существование мира никто кроме Христа не сказал да и не мог сказать о себе нечто подобное всем известно что ни один человек каким бы великим он ни был не приходил в мир по собственному желанию и добровольному выбору проявив в этом вопросе свою волю не от человека зависело кем он должен был прийти в мир мужчиной или женщиной белым или черным мулатом или желтокожим принцем крови или нищим о Христе же сказано что он имел этот выбор и принял решение говоря жертвы и приношения ты не восхотел но тело уготовал мне и сожжение жертвы за грех не угодно тебе тогда я сказал вот иду как написано мне исполнить волю твою Божию надо добавить что таким же добровольным был его уход на небо Христос сказал я пришел я пришел в мир и опять оставляю мир и иду к отцу и так Христос добровольно сошел на землю добровольно умер за грехи наши добровольно воскрес и добровольно вознесся превыше всего как владычествующий вот почему когда облако взяло его из вида их ученики приняли это событие как должное мы не слышим от них ни крышков ужаса ни возбужденных восклицаний ни изумленных вопросов напротив мы читаем что ученики поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью они видели что тот кто проявлял свою божественную власть и силу над стихиями природы нечистыми духами болезнью и смертью проявил в данном случае свое всемогущество над законом тяготения ибо он как творец вселенной свободен от всех законов и условностей вера учеников в его божественную сущность наполнила их сердца таким именно неземным спокойствием и непоколебимостью во вторых уход Христа на небо только временный и связан с осуществлением божьих обетований и пророчеств апостол Петр проповедует собравшимся у красных ворот израильтянам так объясняет причину вознесения всего Иисуса Христа небо должно было принять до времен совершения всего что говорил Бог устами всех своих пророков от века план спасения не заканчивается искупительной жертвой весь искупление и прощение должна была провозглашаться во всех грядущих веках и поколениях рода человеческого во всех концах земли во всех племенах и народах так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах начиная с Иерусалима по словам Христа для осуществления этой мировой задачи должен был явиться на землю Дух Святой третье лицо Пресвятой Троицы и на протяжении дня благодати дня спасения совершать свое служение через церковь возносясь на небо Христос дал ученикам такое повеление я пошлю обетование отца моего на вас вы же оставайтесь в городе Иерусалиме доколе не облечетесь силой свыше вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями о своем временном уходе с земли и о сошествии Духа Святого Христос сказал так своим ученикам на тайной вечере но я истину говорю вам лучше для вас чтобы я пошел ибо если я не пойду утешитель не придет к вам а если пойду то пошлю его вам задача Духа Святого в отношении к церкви заключалась в том чтобы вселиться в сердца искупленных исполнить их радостью спасения быть их учителем и наставником и силой для проповеди Евангелия а в отношении к погибающему неверующему миру обличить мир о грехе и о правде и о суде и так Христос обещал послать Духа Святого ученики молитвенно ожидали его сошествия и он сошел на апостолов спустя дней десять после вознесения Христова в памятный день Пятидесятницы апостол Петр исполнившись Духа Святого сказал народу и так он был вознесен Десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа излил то что вы ныне видите и слышите апостол Павел выразил эту же истину следующими словами посему и сказано вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам третьих уход Христа с земли вызван необходимостью его служения на небе апостол Павел посвятивший этому предмету отдельное послание к евреям говорит сей будучи сияния славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершил очищение грехов наших воссел одеснуи престола величия на небесах Христос как ходатай нового завета посредник между Богом и человеком и первосвященник будущих благ вошел не в рукотворенное святилище но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой и своею по сей то воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу будучи всегда жив чтобы ходатайствовать за них послание к евреям заключает в себе несколько важных причин и оснований почему Христу надлежало вознестись на небо но главное основание выражено следующими словами если бы он оставался на земле то не был бы первосвященником не имея такого первосвященника который по благодати Божией вкусил смерть за всех во всем уподобился братьям чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа ибо как сам он претерпел был искушен во всем то может и искушаемым помочь не имея его на небесах мы не могли бы сказать а если бы кто и согрешил то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа праведника он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши но и за грехи всего мира мы не могли бы сказать кто будет обвинять избранных Божиих Бога правдывает их кто осуждает Христос Иисус умер но и воскрес Он одеснует Бога Он и ходатайствует за нас четвертых уход Его на небо был вызван вот еще чем Христос пренебреженный отверженный и поруганный людьми на земле должен был войти в славу свою на небе мы отмечали уже выше что не все планы и намерения Божии бывают вполне доступны нашему человеческому разумению ибо во всех действиях его всегда заключен известный элемент непостижимости апостол Павел непревзойденный знаток Писания и великий мыслитель всех времен часто встречался с непостижимостью путей Божьих и неоднократно выражал свои переживания в посланиях он писал о бездна богатства и премудрости и ведения Божия как непостижимы судьбы его и неследимы пути еще и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедан в народах принят верою в мире вознесся во славе вознесся во славе вознесение Христа на небо представлено здесь как триумфальное возвращение победителя с поля битвы Христос одержал победу над грехом миром плотью смертью и сатаной над нашими главными врагами перед которыми мы были всегда бессильны но теперь грех мира искуплен порочная плоть распята смерть попрана жало смерти вырвано узы ада расторгнуты пленники греха избавлены и навеки спасены сын божий который сошел на землю и стал сыном человеческим это он вознесся во славе это он явился во плоти и ради нас добровольно прошел скорбным земным путем от Ифлиема до Голгофа это тот чело которого носят рубцы от тернового венца это он вознесся во славе это тот кто воскрес в прославленном теле который вечно будет носить на себе знаки распятия и смерти это он вознесся во славе мы уже видели с какой простотой и кротостью спаситель разлучился с учениками и покинул землю и когда благословлял их стал отделяться от них и возноситься на небо благословляя он кротко пришел в мир и благословляя покинул его воскресший из мертвых и располагая всеми возможностями он не мстит своим врагам и не карает распинателей чего следовало бы ожидать от любого смертного в подобном случае он не возносится на небо на глазах у первосвященников и старейшин не создает зрелища на удивление всему миру до последнего момента своего пребывания на земле он все тот же кроткий и смиренный сердцем таковы были земные проводы царя царствующих и господа господствующих как не похожи они на его небесную встречу священное писание не содержит в себе описание самой встречи по той простой причине что она не поддается описанию но мы встречаем описание некоторого подготовления к ней великий пророк и славный певец Израиля псалматевец Давид как бы слышит распоряжение которое дает Отец Небесный своим слугам слышит раздающиеся вопросы небожителей и Божий ответ на них поднимите врата верхи ваши и поднимите двери вечные и войдет царь славы кто сей царь славы господь крепкий и сильный и господь сильный в брани и господь сил он царь славы салом 23 не сшедший он же если вошедший превыше всех небес дабы наполнить все который вошед на небо пребывает одесну и Бога и которому покорились ангелы и власти и силы к сожалению покорились ангелы и власти и силы только мир духовный мир невидимый тогда как мир видимый материальный все еще продолжает враждовать со Христом вот почему до совершения всего что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века отец сказал вознесшемуся сыну сидя одесну и меня доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих наступит время когда церковь Христова воскликнет благодарим тебя Господи Боже Вседержитель который есть и был и грядет что ты принял силу твою великую и воцарился царство мира сего соделались царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков его вторичное явление на землю все гряду скоро ей гряди Господи Иисусе второе пришествие Христа на землю главное событие в грядущих судьбах человечества с этим событием неразрывно связано завершение Божьего плана спасения кончина мира прекращение времени вечность на исторических перевалах нами переживаемых нет более острой темы как вопросы что же будет дальше чем все это закончится перед сознанием всякого здравомыслящего человека созрела определенная ясность что человечество отвергнув путь Христов до сих пор шло своими собственными путями и зашло в безвыходный тупик ничто так не волнует человека как его собственная участь которая тесно связана с участью планеты на которой он живет и с участью рода человеческого частью которого он является ничто не вечно под луной всему бывает свое начало и конец эти истины применимы не только к вещам отдельным личностям семьям империям народам но и к земле космосу и человечеству священное писание говорит была безначальная вечность вечность доисторическая которая сменилась первым днем творения положившим начало ныне текущему времени но время только временно оно всегда имеет свою исходную точку свое протяжение и свой заключительный момент самому длинному отрезку времени должен наступить неизбежный конец священное писание говорит что когда божий план закончится ради которого понадобилось время времени не будет больше и вновь начнется вечность поисторическое от истоков истории человечества и до ее завершения бог распределил все время на отдельные диспенсации периоды положив в своей власти все времена и сроки о начале и задачах человеческой истории библия говорит так от одной крови бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитанию дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас о конце же истории сказано так бог назначил день который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем воскресив его из мертвых едва ли нужно говорить что библия не систематический курс истории теологии науки или морали но божественное откровение охватывающее прошлое настоящее и будущее не только каждого смертного но всего рода человеческого ко всему этому можно добавить еще то что краеугольным камнем божественного откровения является второе пришествие христа все другие действия божьи упоминаемые в библии а именно его непорочное зачатие рождение искупительная смерть воскресение из мертвых и вознесения создание церкви проповедь евангелия только прелюдия к этому блаженному и вместе с тем грозному заключительному событию поэтому не приходится удивляться если ни одному предмету не отведено так много места в божественном откровении как второму пришествию христа в новом завете упоминается об этом прямо и костина не менее трехсот восьмидесяти раз тогда как о возрождении свыше девять раз о крещении двадцать раз о покаянии семьдесят раз что же касается ветхого завета то в нем больше говорится о втором пришествии христа чем о его первом явлении вислееме второе пришествие связывалось с его царством тысячелетним на земле они предсказывали пришествие мессии который будет царем и судьей на всей земле вот наступая дни говорит господь и восстановлю Давиду отрасль праведную и воцарится царь и будут поступать мудро и будут производить суд и правду на земле не зложу не зложу не зложу докольный придет тот кому принадлежит он престол Давида и я дам ему глаза твои увидит царя в красоте его одновременно Христос должен прийти по тем же пророчествам с гневом и наказанием вот приходит день господа лютый с гневом и пылающей яростью чтобы сделать землю пустынею истребить с нее грешников ее и кто выдержит день пришествия его кто устоит когда он явится великие мыслители всех веков и раз признавали грядущий суд Божий одним из благотворных факторов в мышлении и поведении человека все священное писание ветхого и нового завета упоминая о втором пришествии Христа говорит об этом как о событии неизбежно грядущем да и как иначе можно говорить об этом при таком множестве неопровершимых заверений Слово Божие подтверждаемых современными событиями как можно сомневаться в этом когда сам Христос неоднократно обещал прийти может ли обещать христос 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 христос